Добрый всем день, дорогие друзья! Я снова приветствую вас на канале Будни Риэлтора. Сегодня у нас с вами пятница, выходные перед Пасхой. Посмотрите вот на наши зеленые кустики, на наши листочки. Но с другой стороны, на самом деле, у нас довольно-таки прохладно сейчас. Как говорится, коротко о погоде. Что могу сказать? 5 градусов, даже меньше было ночью. Сейчас градусов 7-8. Дует такой холодный ветерок. Ну и, как видите, пасмурно сегодня. Совсем пасмурно, солнышка даже нет. Ну а сегодня я буду снимать про то, что мы идем на детскую ярмарку. В прошлом году видеоролик у меня подобного плана был. И мне очень нравится это мероприятие, потому что участвуют в основном детки начальных, средних классов. Старшие, понятно. Они просто уже ходят, покупают, что там продают. Всякие вкусняшки и так далее. Тем более, что сегодняшняя ярмарка, она больше, мне кажется, будет уже приурочена к самой Пасхе. Ну, в том году, когда я купила за 50 рублей такую приличную баночку черничного варенья, я хочу сказать, что мне очень все это понравилось. Так что сегодня с вами отправляемся на школьную ярмарку. Посмотрим, чем там будут нас удивлять. Ну а так как вы находитесь все-таки на канале Риэлтора и следите за моими новостями, хочу напомнить вам, что сейчас у меня на канале уже больше тысяч подписчиков. И мне скоро будет доступно. Итак, еще раз продолжаю тему того, что на моем канале сейчас уже больше тысяч подписчиков. И у меня доступно, я еще это не изучала, но к этому вопросу я хочу очень серьезно отнестись. И, собственно говоря, хочу сделать такую большую рекламу, потому что понимаю, что информации могу дать полезной очень много. Поэтому, если вам захочется поговорить со мной онлайн, то я могу провести конференцию, скажем так. Есть возможность теперь у меня поговорить с вами лично, ответить на какие-то вопросы интересующие вас, интересующие вас по недвижимости, по работе Риэлтора, по, не знаю, по городу Кудрово, да, то есть какой-то провести часом, может быть, и больше общения, чтобы, соответственно, ответить на ваши вопросы, и вы могли со мной познакомиться лично, поговорить прямо онлайн. Это очень здорово, потому что иногда я такие встречи вижу, и сама в них участвую, своими коллегами, когда мы что-то обсуждаем, и вы пишете в чате, я тут же это зачитываю, соответственно, разговариваю, отвечаю, ну, и идет такое, скажем, неформальное общение. Поэтому, опять же, еще раз хочу сказать, что это все для вас бесплатно, все консультации, и если вам это интересно, то прямо сейчас можете поставить лайк или написать об этом в комментариях. Когда это провести лучше, когда это будет вам удобно, мне это будет, конечно, суперинтересно. Так, мы подходим с вами к школе. Пока еще я не вижу, там, чтобы особо что-то начиналось, здесь обычно ставят столы. Здесь прям очень много-много классов, людей, которые все это выставляют и организовывают. Но сегодня прям, в прошлом году было прям жарко, мы как-то стояли на улице. Сейчас, конечно, прохладненько будет, долго стоять. не совсем комфортно, скажем так. Да что такое? Облаял, обкусал. Ай, смешно. Ну, а, собственно говоря, что сейчас происходит с моей работой? У меня идут сейчас просмотры по квартире на турку. У меня показывает хозяйка сама. Смотрят нас практически каждый день, но люди торгуются. Цену мы сейчас поставили пониже. Квартира однокомнатная, с хорошим ремонтом. У меня все, напоминаю, мои квартиры, которые в аренде, в продаже, они находятся в группе ВКонтакте. Все видеообзоры квартир отдельно в плейлисте на этом канале. Тоже можно посмотреть. И также квартиры в продаже. Тоже сегодня, скорее всего, будет еще один просмотр на Серебристом бульваре. Очень хочется уже продать эту квартиру. В общем-то, и на энергетиков у меня сейчас стоит квартира двухкомнатная. Поэтому пока что, если я вам ничего не показываю, это не значит, что у меня тишина. Так. Вот, оказывается, ярмарка внутри, поэтому какие-то... О, волосочки! Что-то вокруг какие-то слезы детские. Первый класс, второй. В общем, ярмарка внутри, поэтому сейчас посмотрим, поснимаем. Как я и говорила, в такую погоду, конечно, конечно, прохладно быть на улице. Поэтому сейчас посмотрим. Короче говоря, это дурдом. Стоит колонка еще огромная. давайте пойдем посмотрим. Заметьте, здесь в основном все домашнее. Даже вон какие-то поделочки. яички, яички, яички. с грибочками, с грибочками, с грибочками, с грибочками, с грибочками, очень вкусно. Это маленькие такие, грибочки, и пасочки. В общем, кто нас так вараз? Это Легово. Коробка у Адаму Оксаны. Коробка все деньги отдаёт. Вот наш класс. Уже денег доработал, да? Уже денег доработал. Да. Один. О, блинчик с борода. Потому что по мне нельзя. Сейчас это всё модно очень. Вот, это интересно. Шестьдесят. Тоже картошка. В общем, класс, который соберёт больше денег, тот победил. У нас, соответственно, все деньги идут на, скажем так, благоустройство школы. В прошлом году наш класс занял первое место. И все деньги пошли на посадку деревьев каких-то или цветов. Здесь даже есть термос. Понятно, что детям запрещено иметь дело с деньгами, но, соответственно... Должен быть кто-то из родителей. Вот такая вот тут катавасия. Теперь с этой стороны. Сейчас мы с вами всё посмотрим. Ещё продолжают раскладываться. Обычно это занимает около часа-двух. И, в общем-то, здесь всё раскупает. Ну, тут вообще не подлезть. Давайте. А это с чем в трубочке? А где это по писатрульникам? А это с чем? Расклейт хрустящий, без сгущенки. И сколько стоит? 30,50. 30,50. Вот это вообще прям мне так смотрится. Там внутри детские орешки, шоколадные капли. Сверху, да не... Сколько стоят такие? А я не на сколько. А вы походите, посмотрите. Разбросим, как говорится, то, сколько... Хочет, просто столько и получит. Ой, вот это красиво. Уже покрашены. Ой, да, да. А вот вам... А вот и варенье. Малина, наверное. Здесь пока непонятно еще раскладывается. Малина, наверное. Спасибо. 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 Это что за пухлой кромок? Лена! 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 А, это хворост. Хворост. Уже куда ешь? Нет, нет. Сейчас красоту поставим. Трубочки, блинчики, орешки, печеньки, кексики, тортики, рисунки. По девочке. Это кто рисовал? Молодец. Сам рисовал? Молодец. О, эти 50 рублей. Молодец. 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 О, эти какиеAnda. Молодец. Молодец. Можно сюда, до нашей, она пустая, у нас. Ну да, Пасха же, точно. А, Пасха же? Конечно, да. О, это сережки. Прикольно. Как я все это люблю. Ну, в общем, вы понимаете, что... Вода, кстати, это очень актуально. В общем, молодцы. Родители подготовились и продолжают здесь обустраивать. Поэтому можно, в принципе, сейчас и что-то купить, и помочь своему классу. Я пока отключаюсь. Ну вот, на самом деле, ярмарка прошла очень быстро. Кто-то прогулял один урок, пошел на следующий. Почему-то, не знаю, некоторые наши ребята тоже ушли. Кто участвовал. Нам сказали, прогулом светит. В общем, как-то неорганизовано немножко. И обидно детям же тоже хочется поучаствовать, поугирать, походить, что-то покупить, продать. Не знаю. В общем, искала Пасху. Пасхи продавали, тоже яички. В общем, атмосфера такая интересная, конечно. Ребятишки, особенно маленькие, они вот когда увидят вот этот ажиотаж, что у них что-то покупают, конечно, к следующий раз у них стимул, чтобы что-то придумать, чтобы, соответственно, что-то приготовить. Поэтому это интересно. Ну, я в прошлый раз своим сказала, что вот сколько вы сейчас смогли продать, соответственно, теперь на эти деньги идите покупайте то, что вы хотите. Потому что я считаю это честно. Потому что ребятишкам тоже хочется и себе что-то другое попробовать купить. Не только вкусняшки, но и какие-нибудь побрякушки. Вот. Так что, ну, я думаю, что, не знаю, мне кажется, все ушли из уроков. Поэтому сегодня пятница, предпраздничный день. Ну, а вас всех поздравляю со Святой Пасхой. Я сейчас иду покупать яички и будем красить. Сейчас параллельно звонила, значит, по серебристому бульвару у меня, скажем так, потенциальный покупатель будет смотреть через час квартиру. Потом, конечно, сейчас все уезжают на выходные и как-то скооперироваться, договориться о том, чтобы люди смогли показывать квартиры. Не все могут. Не все могут. Не все, опять же, дают ключи показывать. Ну, в общем, не знаю. Сейчас нас очень много смотрело людей. Прям, конечно, я со всеми общаюсь, но кто успевает, снимают квартиры подешевле, подальше, похуже. Поэтому мы ждем своего клиента, который оценит нашу квартиру. И цена сейчас, в общем-то, стоит адекватная. Напоминаю, что в аренде у меня сейчас однокомнатная квартира на Турку 26. Это метро международное. И двухкомнатная квартира на Кондратьевском проспекте. Кондратьевский 62, корпус 7. ЖК «Панорама». Очень хорошая, большая квартира. И также в продаже квартира на Энергетиков двухкомнатная и однокомнатная на Серебристом бульваре метро «Пионерская». Ну, а мы с вами сейчас находимся в Кудрово. Это пригород города Санкт-Петербург, Ленинградская область. Пятница. Второй час дня. Уши мои замерзли, пальцы мои замерзли. Очень хочется. Уже опять нас побаловало немножко солнышко, побаловало летом. И опять похолодание. Опять кто-то нам говорит, что может быть снег на Пасху. Очень этого не хочется. Прямо не хочется от слова совсем. При этом природа просыпается, травка зеленеет, но солнышко не блестит. Ну что, до новых встреч. Как будет какая-то интересная информация, обязательно буду вам вещать. Спасибо, что вы со мной. Увидимся в новом ролике.